Этот выпуск посвящен скорости Скорости передвижения динозавров Все мы знаем народную пословицу Волка ноги кормят И в этом видео мы покажем Как кормили ноги своих хозяев Динозавров На сегодняшний день известно Огромное количество доисторических рептилий Динозавры были очень большими И очень маленькими Очень тяжелыми И очень легкими Ну и соответственно были такие Которые еле передвигались И такие динозавры, которые носились как ветер Начнем наверное с тихоходов Первенство самого медленного динозавра У нас занимает Ну наверное вы скажете Что это старые добрые зауроподы Но все таки нет Они на первое место не тянут Дело в том, что тот же амфицелий Или аргентинозавр Имели очень большие пропорции И даже если они шагали медленно То за счет своей огромной массы Они могли обогнать даже человека Бегущего со скоростью 7 километров в час А вот настоящим тихоходом Считается анкилозавр Он намного меньше любого зауропода А если еще учитывать его тяжелую броню То его можно вправе считать Самым медленным динозавром Анкилозавр практически не мог Убежать от хищников И всегда принимал бой Наверное потому и вымер До великого вымирания Хотя точно ученым это пока неизвестно Правда некоторые палеонтологи утверждают Что этот доисторический броненосец Был достаточно быстрым существом Но это только теория Как говорится Факты в студию А вот еще один представитель древней фауны Стегозавр Передвигался чуть быстрее Чем его вышеназванный коллега Обладал большим массивным телом Но имел одну проблему Судя по анатомии Его передние и задние ноги Не договорились между собой Из-за чего данное животное Имело проблему с быстрым передвижением Передние ноги были тоньше и меньше задних Из-за чего были некоторые затруднения При пуске ящера в галоп Тем более тело было таким массивным Что ноги могли выдержать Такую многотонную конструкцию Чтобы не поломаться при медленном шаге Скачки и прыжки стегозавру Были противопоказаны А трицератопса по сравнению с этими ящерами Можно назвать настоящим спринтером Этот тяжеловес мог пускаться в настоящий галоп При определенных обстоятельствах Скорость его передвижения при беге Могла достигать 15 км в час Как же ученые определяют С какой скоростью бегали те или иные динозавры? По следам Но большинство найденных следов динозавров Оставлены во время ходьбы Следы, указывающие на бег Встречаются гораздо реже Например, при исследовании следов терапот Выяснилось, что примерно 96% отпечатков Указывают на ходьбу Подписывайся на канал Ставь лайк и оставляй комментарий Не забывай бить в колокол Чтобы не пропустить новые и интересные видео От нашего канала А также подписывайся на наши соцсети Ссылки в описании под видео Также ученые определяют по особенностям организма Насколько быстро бегали ящеры Вот корнотавр Название его означает «платоядный бык» Он был самым быстрым хищным динозавром Проживающим в меловом периоде Из известных ученых Этот ящер мог развить скорость Свыше 50 км в час Специалисты с помощью 3D-графики Смогли воссоздать полную мышечную структуру Этого динозавра Самой необычной деталью оказался Практически неподвижный хвост С рядом отростков Которые позволяли ящеру Очень умело маневрировать И развивать просто поражающую скорость Для динозавров А вот целофис Был внесен в Книгу рекордов Гиннеса Как самый быстрый динозавр на планете Он мог разгоняться до скорости 80 км в час Рост ящера доходил до 3 метров И весом был до 30 кг Этот плотоядный хищник Развивал такую впечатляющую скорость Благодаря гибкому и стройному телу Легким и длинным ногам А также полым костям скелета Хотя некоторые палеонтологи считают Что самыми скоростными динозаврами Были големим, орнитомим и струтомим Эти небольшие животные Могли развить скорость Свыше 80 км в час А вот еще один факт Согласно компьютерным моделям Которые использовались Для оценки скорости движения динозавров Тираннозавр Рекс Мог с легкостью обогнать Самого быстрого Современного футболиста Исследование показывает Что Тирекс мог достигать Максимальной скорости До 8 метров в секунду Палеонтологи Из Манчестерского университета Использовали мощный суперкомпьютер Для расчета скорости Самых крупных хищных динозавров Они использовали данные Полученные благодаря анализу Окаменелых скелетов Этих динозавров Однако Тираннозавр Рекс Как оказалось Не был самым быстрым динозавром А вот совсем крошечный динозавр Кампсагнат Который вырастал Не больше современной курицы Он мог бегать Со скоростью 18 метров в секунду И мог с легкостью Обогнать даже современного страуса Кампсагнат Мог пробежать 100 метров Всего за 6 секунд Галемимус Также мог развивать Огромную скорость Среди самых быстрых морских рептилий Были ихтиозавры Высокую скорость Обеспечивали им Сильные и быстрые движения хвоста Возможно, они даже могли Выпрыгивать из воды Подобно дельфинам Чуть медленнее их Были плезиозавры Крупные, длинные ласты Плезиозавров Иногда сопоставимы Размерами с телом животного Согласно современным моделям Движение ласт плезиозавров Напоминало взмахи крыльев птиц Ящеры буквально летали над водой Загребая передними ластами И используя задние и хвост В качестве руля Еще одно семейство морских рептилий Мозозавры Разгон этих гигантов Был сопоставим С железнодорожным составом Разгоняется медленно Но если разгонится То остановить практически невозможно Ранее мозозавры использовали традиционный для рептилий способ плавания При котором тело изгибается из стороны в сторону По мере развития Выработался свойственный Быстрым морским обитателям способ передвижения За счет сильных ударов хвоста Хвост изменился Стал уплощенным с плавником на конце Предположительно, мозозавры Могли развивать большую скорость, чем плеозавры Но уступали в этом отношении ихтиозаврам Как и другие крупные рептилии Были способны глубоко нырять Но предпочитали держаться мелководных участков моря Телеозавры Телеозавры плавали так же, как и крокодилы Прижимая лапы и изгибаясь телом Роль главного двигателя выполнял сильный хвост Возможно, они были способны выбираться на сушу На непродолжительное время Телеозавры полностью порвали сухопутным образом жизни Как и у мозозавров, главную роль в движении играл хвост с плавником Ласты использовались в качестве руля Телеозавры умудрялись развивать приличную скорость в воде Но до плезиозавров им было далеко А это многочисленный род летающих ящеров Птерозавры Птерозавры могли летать только с очень маленькой скоростью Такой вывод сделал бывший инженер, занявшийся изучением гигантских крылатых ящеров Он собрал модель крыльев птерозавров и проанализировал их характеристики Птерозавры обитали на Земле одновременно с динозаврами Но принадлежали к другой группе рептилий Масса этих ящеров составляла до 500 килограмм А размах крыльев мог достигать 10 метров Несмотря на то, что ученые обнаружили достаточно большое количество останков птерозавров Они до сих пор не пришли к единому мнению относительно механизма их полета Некоторые специалисты полагали, что птерозавры могли передвигаться по воздуху Так же, как и современные альбатросы Которые развивают очень высокую скорость полета Ловя быстрые ветра над Южными океанами Автор нового исследования решил проверить эту гипотезу Сконструировав модель крыльев летающих ящеров И исследовал их поведение в аэродинамической трубе Ученый пришел к выводу, что птерозавры летали очень медленно Регулируя скорость за счет изменения кривизны крыльев Низкая скорость полета и хороший контроль за его траекторией Позволяли птерозаврам приземляться очень мягко Именно благодаря этому они, по мнению исследования, могли позволить себе большие размеры Приземление на высокой скорости могло привести к перелому костей И чрезвычайно хрупкими В последнее время в научном мире активизировались дискуссии о том Как именно летали динозавры И могли ли они в принципе это делать Противники теории о способности птерозавров летать Утверждают, что масса этих существ была слишком велика для того, чтобы подняться в воздух Недавно группа исследователей предложила механизм Объясняющий, как именно тяжелые птицы могли отрываться от земли Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца Ставьте лайк и оставляйте комментарий Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали А также бейте в колокол, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала «Реальное-нереальное»